Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, я была замужем год назад, я развелась с мужем, встретила одного парня, встречались около трех месяцев, естественно, был интим. Хотя бы не остались, потом встретила другого парня, он таким оказался нехорошим человеком, только пользовался, и я, честно говоря, что-то на меня нашло, не любила ни одного из них. И, но из-за стресса, перечитывая с бывшим мужем, наверное, вела себя так, скажем так, сходила налево. Пару месяцев назад встретила парня хорошего, доброго, в итоге полюбила его, и он меня, он думает, что он меня старой, я ему побоялся рассказать о последних отношениях с этим парнем, с этими парнями. Он знает только мою историю с мужем, и я мучаюсь с этим секретом. Рассказать ему о последних отношениях или не надо, я просто боюсь его потерять, но не могу всю жизнь держать от него это в тайне. Помогите, пожалуйста, мне советом, потому что я схожу с ума. Ну, честно говоря, не очень понятно, зачем вообще ему о чем-то говорить. Для чего ему о чем-то говорить, честно говоря, для меня в данном случае загадка. То есть, что получит ваш молодой человек, если вы ему расскажете, не ясно, что вы получите, если вы ему об этом расскажете. Тоже, в принципе, не ясно. Вот, поэтому для чего это делать, для меня остаются загадки. Да, возможно, вы, возможно, вы чувствуете себя, ну, виноватой перед ним. Возможно. Но тогда нужно понимать, что дело-то здесь не в том, расскажете вы ему или нет. Дело здесь немножечко в другом, а именно, собственно говоря, в том, что вы, вот, вы чувствуете, скажем так, стыд. И в общем и целом, да, с этим стыдом вы хотите вот что-то делать. Вот. И здесь, на мой взгляд, дело не в молодом человеке, а в раз. Молодой человек здесь ни при чем. Вот. Как мне кажется, как мне видится. Здесь вот основная такая, я бы сказал, проблематика заключается именно в вашей реакции, в том, вот, как вы реагируете на это. Понимаете, да? И, соответственно, если реагируете на это, вы нехорошо. А, вот, ну, что, что значит, что значит, нехорошо. Да, в общем и целом, нехорошо это означает, что вы себя как-то корите. Нехорошо это означает, что вы себя как-то, ну, как-то вините. Нехорошо это означает, что вы, по большому счету, получается, как бы, как бы игнорируете то, что вам хотелось. Хотелось, то есть, например, вы игнорируете то, что вы были в стрессе, а, ну, из-за или после отношений с мужем. В данном случае это не так важно. Важно то, что вы себя, ну, не очень хорошо ощущали. И вот это, на мой взгляд, куда более важно. Почему у вас отношения с мужем были стрессовые? Почему вы с ними развелись? Ну, не в смысле того, почему, да, а в смысле того, как вы это пережили. Развод – это травма, и если вы ее не пережили, вы сами говорите, что у вас стресс, то, соответственно, скорее всего, последствия этого сказываются на вас, в том числе и до сих пор. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь вам нужно разобраться в себе. Вот. Поработать со стыдом. Вот. С тем, что на вас нашло, как вы говорите. Про жизнь. А дальше посмотреть на то, какие отношения вы устраиваете, значит, со своим парнем. Потому что, если для него важно первый он у вас или второй, то такие отношения вызывают вопросы. И все может опять закончиться не очень хорошо. Если ему важно только это в ваших отношениях, вот, если ему важно только то, какой он у вас, то, мне кажется, имеет смысл поднять вопрос о том, какого качества отношения вы устраиваете, какая у этих отношений направленность. То есть, что они из себя представляют. Вполне возможно, что вы устраиваете не совсем те отношения, которые хотите. Вы пишете также то, что боитесь потерять молодого человека. своего. На мой взгляд, это очень интересный аспект. Почему? Все дело в том, что если вы боитесь, ну, вот, своего молодого человека потерять, то каким-то образом он определяет вас. То есть, каким-то образом молодой человек определяет то, какая вы. То есть, он определяет вашу цену. А это прямой путь к зависимости. Конечно же. И вот, дабы вам не быть зависимым, дабы вам не повторить снова, вот, ну, ту же самую ошибку, да, которую вы уже повторили несколько раз и с мужем, и с одним парнем, и со вторым парнем. И вот, чтобы еще и с этим парнем у вас не было той же самой ошибки, на мой взгляд, очень важно все-таки свою ценность обрести в себе. Независимо от того, независимо, совершенно независимо от того, с кем вы находитесь. И совершенно независимо от того, сколько у вас было там партнеров, да, потому что вообще-то это не важно. Но если вы выстраиваете отношения так, что это важно, если вы выстраиваете свои отношения так, что вас это волнует, то, конечно, и молодой человек тоже, скорее всего, отреагирует, ну, соответственно. Потому что все, что ему нужно будет сделать, по большому счету, это, как бы, отзеркалить, отразить то, что вы сами посытите и транслируете ему. То есть, как бы, ничего в этом смысле, ничего в этом смысле нового. Понимаете, да? Поэтому спросите себя. Пожалуйста, спросите себя. Это очень важно, спросите себя. Почему я думаю, что моему молодому человеку важно, какой он у меня? Почему я так думаю? Вот задайте себе этот вопрос. А если ему важно, какой он у меня мужчина, то из чего ему это важно? То есть, ну, грубо говоря, как он, да, приходит к тому, что ему это важно? Вот на эти вопросы вам необходимо подыскать ответ. А потом просто уточнить для себя, а хотите ли вы с таким человеком выстраивать отношения? Потом вам нужно просто задать себе вопрос, а хочу ли я с таким человеком быть, для которого вот это важно? Но не вы сами. Понимаете? Надо сказать, что дело здесь, конечно, не только в том, о чем я сейчас говорю. Надо сказать, что дело здесь во многих вещах еще. Вот. Например, дело здесь в том, как вы себя преподносите, как вы себя ведете. То есть, если вы, например, пытаетесь, допустим, больше казаться, а не быть. Да, да. Вот. То есть, ну, если вы стремитесь к тому, чтобы казаться, а не быть. То есть, пытаетесь произвести впечатление, активно пытаетесь произвести впечатление на, допустим, молодого человека, ну, на молодого человека, например. Вот. То это, конечно, тоже оказывает определенное влияние. Не может не оказаться. Поэтому, если такая модель поведения вам подходит, если такая модель поведения вам близка, то я бы рекомендовал от нее потихонечку отходить. Вот. Чтобы от нее отойти, вам в этом поможет специалист, да, вам в этом поможет как раз психолог. Вот. Ну, с этим разобраться, да. Вот. И освоить другую модель поведения. Забегая чуть вперед, скажу, что ключиком к этому является именно чувство себя, ощущение себя. Вот. Ну и, конечно, некоторая, скажем так, безусловность принятия себя же. Вот. На данный момент я бы не сказал, что вы можете этим, ну, похвастать. Вот. Потому что вы вначале что-то терпели, да, а потом вам, скажем так, вам потом стало плохо, вы ушли. Вот. То есть, ну, ситуация складывалась вот таким не самым лучшим для вас образом. Вот. И, повторюсь, здесь важно именно все это прожить. Здесь важно все это пережить. И как нельзя лучше для этого подходит как раз таки индивидуальная работа с психологом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Спасибо. **